Софья Ковалева-Кривоносова Энергия в отдельном представлении не нуждается. У нее нет излюбленного жанра, она снимает все праздники горда, детей, природу, портреты. И все же есть одна черта, которая отличает ее от других фотографов. Ее работы всегда яркие, радостные, насыщенные оптимизмом, источающие тепло и одновременно отражающие авторское восприятие мира. Я люблю снимать только радостные лица, потому что уныние, это, знаете, у людей их хватает без меня. А фотографии должны, чтобы люди посмотрели, им стало тепло от этого. Мне еще говорят, что когда смотрят на мои фотографии, то от них идет тепло, энергия. Вот они как бы заражаются, им хорошо получается тогда. На 21-й по счету выставке представлены снимки, сделанные осенью в Праге, где проходил международный карнавал. От них веет духом древней замковой архитектуры. А чистые, просветленные, незлобивые лица местных жителей и гостей Чехии побуждают задуматься о состоянии собственной души. В фотографиях Ковалева и Кривоносова и иные находят возможность познавать историю, расширять кругозор и пространство. Не каждый человек, например, инвалид, может, вот у меня был брат парализованный, он не мог выйти на природу, смотря картины, смотря вот какие-то фотографии. Ну, как будто, да, да, вот именно Софья Ильинична, как будто это побывал вместе и был там и на празднике, и на купании, ну и во многих местах. Легче становится? Да. Заслуги Софьи Ильиничной администрация города отметила почетной грамотой. Фотография не единственное ее увлечение, она автор трех поэтических сборников. К 75-летию Ассоциация писателей Латгалии вручила ей удостоверение члена Союза писателей России. Сейчас Ковалева-Кривоносов работает над книгой мемуаров, продолжает начатое мужем Александром. Оба дети войны, на себе испытавшие зверство фашистов.